Доброе утро! Вы смотрите «Утро на ОТВ». Здравствуйте! С вами Полина Бахова и Ольга Дмитриева. Сегодня в программе вы увидите. По программе губернатора глава округа Андрей Иванов проверил благоустройство народных троп в поселке Чистцы. Партия гуманитарной помощи. Дмитрий Глубков передал автомобиль для бойцов в зону специальной военной операции. Игра с гроссмейстером. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел первый этап Кубка Сергея Корякина. День защитников неба. В Кубинке прошла военная реконструкция воздушного боя лета 1941 года. 25 июля в 1947 году в Праге открылся первый всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нем участвовали 17 тысяч юношей и девушек из 71 страны мира. Все дни фестиваля были насыщены акциями, встречами, художественными и спортивными выступлениями. В России такой фестиваль проходил трижды – в 1957, 1985 и 2017 годах. Чем еще запомнился этот день в истории, узнаем прямо сейчас. В этот день, 116 лет назад, в 1907 году, в Англии появилось скаутское движение. Его основал известный английский общественный деятель Роберт Баден Пауэлл. Он решил развить в подходящей для детей форме мероприятия, которые практиковал во время своей военной карьеры. Это были принципы воспитания детей и молодежи, которые напоминали занимательную приключенческую игру. Интерес к движению оказался ошеломляющим. В течение недели по всей стране мальчики образовали патрули байскаутов, а к концу года начала действовать национальная штаб-квартира по координации этого движения. 25 июля в 1992 году открылись 25-е летние Олимпийские игры в Барселоне. Их тресманом стал щенок Коби. Художник-кубист создал каталонскую овчарку в темном костюме и галстуке. Его после официального закрытия турнира отпустили в небо на воздушных шарах, как и олимпийского мишку – символ Олимпиады 80-х в России. В турнире участвовали более 9 тысяч спортсменов из 169 стран мира. Сборная СССР в этой Олимпиаде заняла первое место в общекомандном зачете, обогнав США и Германию. Сегодня в нашей стране отмечают День сотрудника органов следствия России. 25 июля в 1713 году Петр I учредил первый специализированный следственный орган. Это была специальная канцелярия, которая подчинялась непосредственно главе государства. В свой профессиональный праздник все сотрудники органов следствия получают поздравления. Особо отличившихся в раскрытии преступлений отмечают государственными наградами. Еще сегодня в России отмечают День речной полиции, а в Белоруссии – День пожарной службы. 25 июля в 1929 году родился Василий Шукшин. Появился он на свет в крестьянской семье в Алтайском крае. Шукшин окончил режиссерское отделение в ГИКО. Уже во время учебы в институте он начал сниматься в кино. Впервые он появился на экранах в 1956 году в фильме Герасимова «Тихий дон». В 1963 году Шукшин опубликовал свою первую книгу «Сельские жители», а затем снял по собственному сценарию фильм «Живет такой парень». Кинокартина принесла ему первый серьезный успех. Также сегодня родились немецкий астроном, физик и математик Кристоф Шейнер и французский оперный певец Марсель Журне. Глава округа Андрей Иванов проверил благоустройство народных троп в поселке Чесцы. Здесь делают пешеходные дорожки в рамках губернаторской программы «Пешком». О том, какие изменения ждут жители и сколько новых дорожек появится в округе до конца года, расскажет Екатерина Крамор. «Народные тропы» она называется. Выбираем те участки, по которым, как вы заметили, люди многие десятилетия ходят. Губернаторская программа «Пешком», которая называлась ранее «Народные тропы», активно набирает обороты в Одинцовском округе. Именно благодаря этому проекту обустраиваются полюбившиеся жителям пешеходные дорожки. На этот раз работы проходят в поселке Чесцы на семи народных тропах. Хотим сейчас выстроить не последовательную цепочку, а чтобы пришли на эту тропинку и сразу все виды работ сделают. Сейчас попытаемся со всеми подрядными организациями такой график обсудить. Работы по благоустройству проходят в несколько этапов. Сначала укладывают геотекстиль, специальное многослойное полотно, затем щебень, после чего рабочие покрывают поверхность асфальтобетоном. Жители поселка также смогли принять участие в программе и проголосовали на портале Добродел за те дорожки, которые, по их мнению, наиболее востребованы. На сегодняшний день мы благодарны, что вот здесь действительно делают такое чудо для всех нас, и для будущего, и для нас, и низкий покрыт за понимание. В этом году в Одинцовском округе будет благоустроено 27 пешеходных тропинок. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков передал автомобиль для бойцов подмосковного батальона в зону специальной военной операции. Также в машину загрузили партию гуманитарной помощи от участников движения «Серебряные волонтеры». Подробности у Екатерины Крамор. Предметы первой необходимости – банданы, снуды и письма со словами поддержки. Участники движения «Серебряные волонтеры» регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков поблагодарил их за помощь нашим бойцам. Вижу, как поставлена работа в Одинцово, как в других округах Московской области. Поставлена работа волонтеров, кто все поддерживает специальную военную операцию. Низкий вам поклон за ваши труды. Это очень ценно. Также парламентарий в рамках региональной поддержки бойцов передал автомобиль в зону СВО. В него загрузили всю собранную гумпомощь. Такая машина обладает высокими характеристиками, надежностью и пригодна для условий бездорожья. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В Красногорске прошел молодежный форум «Подмосковье. Это мы». Участвовали в нем более тысячи молодых людей. Члены правительства области, депутаты Госдумы и Мособлдумы рассказали о главных изменениях, которые произошли в области за последние 10 лет. Также на форуме обсудили инициативы в сфере молодежной политики. Кроме докладов, для гостей форума организовали развлекательную программу с выступлениями артистов и мастер-классами по художественным промыслам. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. 11 тысяч гектаров земли обработали в Подмосковье от борщевика сосновского. Сейчас продолжается второй этап обработки. Работы по выведению борщевика ведут на муниципальной и неразграниченной госсобственности, также на частных территориях. Они будут продолжаться до конца июля. Распространяется растение настолько быстро, что в некоторых регионах масштаб достигает экологической катастрофы. Из областного бюджета на борьбу с сорняком в этом году направили 14,5 миллионов рублей. Дачникам напоминают, за борщевик на участках могут взыматься штрафы. В ресурсные семьи Московской области временно устроили более 150 детей с начала текущего года. Ресурсная семья – это временное устройство детей, попавших в трудную ситуацию. Например, если нет родственников или нужно время, чтобы их найти. Там на ребенка оформляют официальную опеку сроком не более 8 месяцев. Сейчас в Подмосковье более 300 таких семей. Ими могут быть действующие приемные родители со стажем от 3 лет, прошедшие специальное обучение. Служба сопровождения помогает ресурсной и биологической семье ребенка на протяжении всего времени. Все аналоговое медоборудование в Подмосковье заменят цифровым. Эту масштабную программу реализовывали порядка 4 лет. Завершат ее уже в следующем году. Современное оборудование – это более точная постановка диагноза, а значит, более высокое качество исследования. Большая часть оснащения – отечественное, соответствует необходимым стандартам. Сейчас в подмосковных поликлиниках используют как наше, так и зарубежное оборудование. В основном это аппараты КТ и МРТ. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел первый этап Кубка президента Федерации шахмат Московской области Сергея Корякина. 15 юных участников сыграли с гроссмейстером на одной площадке. О том, какие эмоции получили молодые шахматисты в сюжете Раиса Киян. Первый этап Кубка президента региональной федерации шахмат Сергея Корякина прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Оригинальность турнира – это встреча под открытым небом. В этом году объективно дети помладше, поэтому с ними чуть попроще, но тем не менее они все равно талантливые, все равно молодцы. Участников соревнования поделили на несколько возрастных категорий. Юные шахматисты в рамках каждого этапа сыграли турнир по быстрым шахматам. Самым стойким оказался 11-летний Андрей Бетев из Солнечногорска. Сергей Кирякин очень сильный игрок. Я боялась вначале проиграть самым. До ошибки, мне кажется, я играл хорошо. Шахматы учат планировать свои действия на несколько шагов вперед, развивают стратегическое мышление. Это отличное упражнение для ума и концентрации. Для детей это общение с гроссмейстером, которое может остаться у них на всю жизнь, это память. Поэтому это здорово, что у них есть такая возможность. Ну и надеюсь, что это придаст им импульс для того, чтобы они совершенствовались, занимались, побеждали. Первый кубок Сергея Кирякина состоялся в Подмосковье в прошлом году. Он стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». Тогда в нем участвовали больше ста шахматистов, и с каждым годом его популярность растет. Рейса Киян, телекомпания «Одинцова». Московская губернская универсальная библиотека разрабатывает мероприятия с использованием очков виртуальной реальности. Это будут просветительские занятия для школьников, на которых дети смогут буквально погрузиться в тему. Виртуальная реальность сделает наглядными сведения по химии, биологии, географии, истории и другим наукам. После запуска пилотного проекта его будут применять и в других библиотеках региона. О других событиях столицы расскажем прямо сейчас. В столице начался ландшафтный фестиваль «Цветочный джем». Новой площадкой этого года стала территория возле памятника артисту Олегу Табакову на Садовом кольце. Сад на площади перед Сумом посвящен водной теме. Совсем скоро на новой площади Тверской улицы появится сад с ажурной крышей из вьющихся плющей и цветущих гортензий. А вдоль Никольской улицы расположится галерея из 14 арок с композициями из 5,5 тысяч разноцветных петуний. В галереях объединения «Выставочные залы Москвы» откроются выставки современных художников. На трех площадках столицы посетители познакомятся с искусством разных направлений. Увидят графику, коллажи, живопись. Экспозиции дополнят видеоматериалы. Так, в галерее Измайлова на выставке художника Алексея Микулина «Дверь в квартиру номер 10» представят более 30 миниатюрных макетов с отображением уголков Старой Москвы. Автор создает свои шедевры пластилином. Возрастных ограничений к посещению выставок нет. В последнее время появилась тенденция – торговые центры стали общественными центрами районов. Там открываются спортивные залы, развлекательные, образовательные и культурные площадки, центры госуслуг. Теперь московские ТЦ получат гранты на развитие досуговой деятельности. Получить их можно будет для помещений свыше 10 тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию до 1 сентября этого года. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. День защитников неба. В Кубинке прошла военная реконструкция воздушного боя лета 1941 года. 625-й день рождения. Об истории Савино-Сторожевского монастыря расскажет наш корреспондент. И новости онлайн. О событиях округа, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. Высший пилотаж в эти выходные продемонстрировали сотрудники аэродрома в Кубинке. Там прошла военная реконструкция воздушного боя лета 1941 года. Тогда фашисты отправили на Москву 220 бомбардировщиков. Но Гитлер не достиг своей цели. Советские летчики совершили невозможное. На подступах к столице они нарушили планы врага. Теперь каждый год 22 июля в России отмечают День защитников неба Москвы. Не исключение и Одинцовский округ. Подробнее в материале Алтынаю Румбаевой. Воздушный бой в самом разгаре. По легенде, советский истребитель вступает в бой с фашистским бомбардировщиком. Нашим пилотам помогают зенитные установки. Так в 1941 году советские летчики защищали небо над Москвой. Тогда, 22 июля, немцы совершили первый налет на столицу, чтобы стереть ее с лица земли. Итогом этой битвы стал срыв планы Гитлера по захвату Москвы. Для немецкой авиации, которая считалась практически непобедимой, это стало первым серьезным поражением. Налеты на столицу продолжались и после этого боя. Но захватить Москву немцам так и не удалось. На данном месте, где мы стоим, базировалось два авиационных полка. 11-й истребительный авиационный полк и 24-й истребительный авиационный полк, которые были подняты по тревоге в общей схеме обороны Москвы. И основная тяжесть отражения этого налета легла как раз на эти два подразделения. Идея учредить праздник 22 июля принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, который в годы Великой Отечественной войны служил в войсках противовоздушной обороны. В честь этой даты на аэродроме в Кубинке установили аллею славы, посвященную защитникам неба Москвы. Также здесь есть памятник, который состоит из частей советского истребителя МиГ-3. Два года назад самолет вместе с останками летчика нашли недалеко от деревни Труфановка. Нашли вот двигатель, винт, все, что можно было, привезли сюда, отмыли, очистили. Параллельно начали по номеру и по дате, предполагаемой, искать, кто это мог быть. И все сошлось, но вот летчики, лейтенанты Щербатых, мало того, сохранились форма одежды и реглан с его петличками. То есть совпало и воинское звание, и тип самолета, и время падения. Летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минуты молчания. К мемориалу возложили цветы. Для гостей провели экскурсию в музее и по территории аэродрома. Они увидели своими глазами самолеты, вертолеты, которые на протяжении нескольких десятков лет вставали на защиту нашей страны. Сегодня старинная техника участвует в реконструкциях исторических событий. Пришел и был очень удивлен тому, что здесь было вот есть создано, так все оборудовано очень интересно, так со вкусом все сделано. Здесь действительно работают люди, которым не безразлично военно-патриотическое воспитание. Группа энтузиастов создала аэроклуб, который базируется в Кубинке. Патриоты авиации проводят большую работу с местным населением, особенно с детьми. И все для того, чтобы новые поколения не забывали подвиг тех, кто однажды ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Алтына Урумбаева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Специалисты рассказали, что при использовании VPN есть риск утечки информации по логинам, паролям, данным банковских карт и другим данным. Так как VPN не может обеспечить конфиденциальность и анонимность. Будьте готовы, что вашу личную информацию могут получить третьи лица. Новости России смотрим далее. Минздрав России предложил отменить массовую вакцинацию от коронавируса. В стране уже сформирован высокий уровень коллективного иммунитета, а эпидемиологическая обстановка стабильна. При этом прививки сохранят для некоторых уязвимых категорий граждан, невакцинированных ранее, людей с хроническими болезнями и старше 60 лет. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что со временем коронавирус может превратиться в сезонное заболевание. Специалисты из Санкт-Петербурга разработали пилотные образцы одежды для пожарных и спасателей, которые несут службу в Арктике. Главной задачей было одновременно защитить человека от огня и переохлаждения. Ткани можно будет использовать в области космического авиастроения и даже для обивки общественного транспорта. В ближайшее время разработчики надеются выйти на серийное производство. Сервис по поиску работы и персонала провел исследования в России и выяснил, какие специальности считаются самыми уважаемыми. В опросе приняли участие несколько тысяч респондентов из всех регионов страны. Первое место заняла профессия врача. На втором месте спасатели, на третьем оказались пожарные. Деревянный рождественский храм и небольшая келья, построенные преподобным Савой на возвышенности недалеко от Звениграда, стали началом многовековой истории величайшей святыни нашей страны. Излюбленное место русских царей монастырь лицом к лицу встречал войны, переживал разорение, вновь и вновь возрождался. В этом году он отмечает свой 625-летний юбилей. Ученик Сергия Радонежского, преподобный Савва, был настолько поражен красотой Звенигородской природы, что воспринял эти места как земной рай. В 1398 году он основал здесь монастырь. С тех пор Савино-Сторожевский монастырь всегда считался обителью русских царей, а чудотворец Савва благословлял их на дальние походы, оберегал от неприятелей. Благодарный князь в честь победы строит здесь каменный собор Рождества Божьей Матери, который сохранился до нашего времени. И вот с этого времени уже обитель начинает такую историю более серьезную. Здесь появляется ограда, появляется келья, и появляется еще один небольшой каменный храм. Он не сохранился, вот здесь вот небольшой фундамент. В честь преподобного Сергия Радонежского он был подстроен. Полностью разграбленный в смутное время монастырь с приходом царя Алексея Михайловича начинает новую страницу в истории. По преданиям преподобному Савве царь обязан жизнью. Чудесное явление старца спасло его от дикого зверя. Вот как раз в этот момент такой трагичный вдруг появляется из леса отшельник, убеленный сединами старец, и при его появлении медведь убегает. И царь понимает, что именно появление этого святого мужа дает ему возможность жить. И он спрашивает его имя, тот говорит Савва. Буквально за четыре года здесь отстроили все, что дошло до нашего времени. Звонницу и трапезную дворец царя и крепостную стену, царицыны палаты и братские корпуса. Словно чудесная защитная сила уберегла монастырь при нашествии Наполеона и в Великую Отечественную войну. Сюда не упала ни одна бомба, ни один снаряд не залетел. Вообще просто, как будто бойцы 144-й стрелковой дивизии, которые здесь воевали, они с ними вспоминали, и даже там у них такое есть слово, что ваш монастырь Савва рукой прикрыл. Больше всего бед и унижений претерпели эти святые места в годы советской власти. Были вскрыты мощи преподобного Саввы. Они чудом сохранились благодаря местному жителю Михаилу Успенскому. И после были возвращены. Лишь в 1995-м монастырь стал возрождаться и в этом году встретит свой 625-летний юбилей. Более подробную историю монастыря вы узнаете в нашей программе про округ. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Две экспозиции музеев Одинцовского округа вошли в топ-10 выставок Подмосковья. Первые можно увидеть до 15 августа в Большом зале Звенигородского манежа. Здесь представлены музыкальные инструменты, сделанные руками Звенигородских мастеров. Вторая экспозиция «Как царь Петр море полюбил» удивит посетителей историй о временах, когда Петр I начинал осваивать морское дело, создавал потешную флотилию на Плещеевом озере и закладывал верфи в Архангельское и Воронеже. Она будет открыта до 7 августа в зале восточного флигеля усадьбы Везема музея-заповедника Пушкина. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». О других событиях округа, которые обсуждают в соцсетях, смотрим в нашей следующей рубрике. Одинцовский молодежный центр в рамках всероссийской акции «Дети детям» собрал более тысячи книг. Учебники и художественную литературу сюда привозят со всей Московской области. С мая члены общественной организации «Волонтеры Подмосковья» пополняли и сортировали собранные печатные издания по тематике и возрастным категориям. Первую партию книг передадут в библиотеки, детские сады и школы в Донецкой и Луганской народных республиках. Принять участие в акции может каждый. Книги принимают до 31 июля по адресу город Одинцово, Можайское шоссе, дом 38. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». С 4 по 6 августа в Подмосковье пройдет сырный фестиваль и фермерская ярмарка. На мероприятие приедут более 350 фермеров из 49 регионов России. Всех гостей ждет насыщенная программа – дегустация сыров, колбас, сладостей, а также сувениры народных художественных промыслов и выставка сельскохозяйственной техники. Сырный праздник пройдет в Истринском округе в деревне Дубровская. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». В парке «Патриот» народным голосованием выбрали имена оленятам. Новорожденных назвали янтарь и мира. В парке малыши появляются на свет уже в третий раз, а это значит, для размножения животных здесь есть соответствующие условия. В настоящее время расширяют загон, чтобы корма у них было в достатке. В рационе питания в первую очередь должны быть кора деревьев и трава. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». Весь контент, который создает искусственный интеллект, будут маркировать. Об этом договорились мировые IT-гиганты. Эксперты уверены, развитие технологий должно быть более безопасным. Материалы, созданные системой, будут помечать специальным водяным знаком. О других новостях мира расскажем в нашей следующей рубрике. Олимпийский факел зимних игр 1968 года продали на аукционе за 187 тысяч долларов. Организаторы торгов отметили, что с зажжением этого факела связана интересная история. Дело в том, что огонь зажгли на три дня позже, чем это было запланировано из-за попытки государственного переворота. Конфликт как раз произошел в это время. Если говорить о самом факеле, то он изготовлен из розового золота с красной фетровой рукояткой. Всего в мире было создано 33 таких факела. Из-за жары в Колизее ежедневно около 80 человек теряют сознание. Высокие температуры не останавливают поток туристов в Рим. Путешественники героически плетутся по брусчатке, которая накаляется в утренние часы, до 55 градусов. Страдают от жары и животные римского зоопарка. Чтобы облегчить их участь, работники приготовили мороженое из любимых лакомств обитателей. Фруктовое для лемуров, мясное для тигров, рыбное для тюленей. Некоторые животные рискуют погибнуть, если температура их тела повысится выше 22 градусов. Поэтому их клетки оснастили специальным рефрижератором с водой. В Австралии создали микроскопический сканер с аналитической системой на основе искусственного интеллекта. Он может обрабатывать 35 тысяч образцов крови в день. Во время лабораторных исследований пробирки с образцами крови пациентов перемещаются очень быстро, двигаясь по специально сконструированной конвейерной ленте, что существенно ускоряет процесс анализа. Искусственный интеллект способен найти и идентифицировать даже микроскопические изменения в образцах крови, автоматически отправляя результат врачу по электронной почте. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая погода. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла, ночью 18-20. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. С вами были Полина Бахова и Ольга Дмитриева. Мы желаем вам прекрасного дня и отличного настроения. До свидания. До новых встреч!